Итоги украинских выборов показали, что национализм в его таком пещерном виде на самом деле не очень популярен. Националисты набирают 1-2% по разным регионам. Это значит, что по сути дела народ хочет совсем другого, не столкновения, а наоборот стабилизации. Отсюда же и роль лидера, который должен возглавить. Я не очень уверен, что Порошенко именно такой лидер, но мы говорим об идеальном человеке. Прежде всего, это осознание Украины как центральной части между Россией с одной стороны, Европой с другой стороны. И хочет того или не хочет Украине, ей придется придерживаться центральной позиции. Пока экономика Украины не является абсолютно стабильной и тем более очень развитой, пока она зажата между гигантскими монстрами рынка, европейским сообществом и России, Украина волей-неволей будет вынуждена пользоваться и кредитами, и поддержкой, и здесь выбирать центральную позицию. Самое сложное удержаться здесь на позиции равного дистанцирования. Второй момент, все-таки, на мой взгляд, Украина будет двигаться в Европу, потому что другого выхода у нее нет. Обратный путь, это путь, по сути дела, постоянных столкновений на почве самоидентичности. Но надо тоже понимать, что очаги останутся, очаги сопротивления останутся. И здесь есть, так с вами, китайский вариант, когда очаги сопротивления всегда существуют, как в Китае, в Синьцзяне, в Тибете. И они решаются только одним путем, когда людям дают работу, доходы, деньги, стабилизируют ситуацию. И люди понимают, что экономический фактор важнее, чем фактор политический. Потому что, по сути дела, когда люди воюют за идею, по сути дела, они всегда воюют за собственный кошелек, за собственную стабильность, за стабильность своей семьи. Вот если этот вопрос будет решен в течение ближайших полутора-двух лет, можно считать, что Украина станет стабильной, вполне спокойной, развивающейся страной. Не дружелюбной кому-то, но не враждебной кому-то. Если же этого не произойдет, к сожалению, тенденции революции могут сохраняться на многие-многие годы. Мы знаем, что то же самое было с азиатскими странами. Напомню, тот же самый Китай, когда в 1911 году в Китае произошла смена режима, свержение императорского строя, а стабилизация прошла лишь в 1927 году. То есть, Китай больше 10 лет лихорадило, сбрасывались одни режимы, приходили другие. Точно так же нет сейчас стабильности и в тех относительно молодых европейских странах. И надо понять, что независимость автоматически и даже интеграция в Европу не дает роста. Здесь нужна своя экономическая элита. Есть ли она на Украине и национально ориентированная? Мы будем смотреть.